Из-за курения и болезней, вызванных этой пагубной привычкой, в стране ежегодно умирают более 1 миллиона человек. Это больше, чем от ДТП. Употребление наркотиков и спида вместе взятых. А курильщиков в стране больше трети населения. В Березняках рак легких выявляют слишком часто. К слову, популярные среди молодежи вейпы также приводят к онкологии. Каждую неделю приходит несколько пациентов уже с выявленным раком легкого или диагностированным. Им приходится это заболевание. Рак легких у мужчин занимает первое лидирующее положение среди онкологических заболеваний. У женщин это второе место. У них на первом месте рак молочной железы. Доказано, что 85-90% это является из-за курения. Бросить курить нелегко. Никотин вызывает сильнейшую зависимость. Все мы знаем людей, которые попытались бросить, но всего лишь через несколько месяцев возвращались к пагубной привычке. Заядлыми курильщиками сегодня можно назвать 60% российских мужчин. Пристрастие зарождается по разным причинам и в основном в подростковом возрасте. Почему он хочет получить нечто большее? Может быть это удовольствие, может быть это как раз ситуация расслабления. То есть мы по-разному к этому относимся. Но важно то, что какая-то потребность у человека не удовлетворена. Таким образом у него появляется мотивация сделать что-то еще. Абсолютно счастливый человек не сядет и не задумывается над тем, а что ему еще сделать, а может быть покурить. В Центре здоровья медицинской профилактики научились определять силу зависимости от табака. Любой желающий может пройти нехитрую процедуру. Просто набрать воздуха и выдохнуть в специальный прибор. Он показывает количество выдыхаемого углекислого газа. На основании всех вот этих вот обследований мы делаем заключение. В работе мы с вами используем различные схемы, таблицы, формулы. И можем четко человеку, допустим, спорганизировать риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в течение 10 лет при помощи таблицы скорой. Уже после 40 лет у курильщика появляются риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных курением. Врачи советуют всем зависимым от этой привычки пройти проверку в Центре здоровья. Для этого необходимо прийти в рабочее время с паспортом по адресу Деменева, 12. Сергей Коленик, Александр Моисеев. Новости Верхнекомед.